ну что доброе утро всем меня зовут сидорова татьяна что не знал вот вчера моя лекция ну в общем такой в каком смысле продолжение прекрасные лекции димы я очень благодарна еще раз хочу сказать за вчерашнюю лекцию она ответила на многие мои вопросы и мне намного легче говорить о том о чем я собираюсь говорить потому что ты уже вчера начал тему ну такую мне кажется достаточно очень серьезно и понятно говорить о таком около теоретическом моменте о том что такое гештальтерапия о том какие разные направления в этой гештальтерапии вот моя лекция вот это она будет у нас в два приема сегодня и в первый день следующей трехдневки это и хорошо и плохо что она так разорвана с одной стороны у вас будет время ну подумайте немножко осмыслить то о чем я буду вам рассказывать но с другой стороны конечно вас будет прекрасный возможно что-то подзабыть вот но мы начнем в следующий раз с того что вспомним о чем шла речь сегодня вот а лекция мапса моя посвящена очень общему вопросу и вы видите насколько он конкретный на самом деле что такое психотерапия психотерапия вообще что такое психотерапия чем эта деятельность отличается от всех других как она устроена это психотерапевтическая деятельность и что ее вообще делает возможным для меня это очень важный вопрос я много супервизирую помимо того что я небольшая частная практика у меня много супервизантов я веду спервизские группы я очень имею дело много с обучающими терапевтами и самые главные вопну и встает очень много важных вопросов а передо мной как донести идеи и для молодых терапевтов вопросы связаны с тем вообще чем мы занимаемся что такое помощь в терапии чем эта терапия отличается от обычной жизни почему то что возможно в терапии часто бывает невозможно в жизни почему бывает так что клиенты долгое время ходят на терапию и при этом в их жизни ничего не происходит и в а в других случаях бывает так что достаточно там небольшого количества времени встреч и люди рассказывают о каких-то феерических изменениях о том что такое поддержка что такое фрустрация и самое главное наверное вопрос это вопрос о том что такое терапевтические границы и зачем они нужны и я надеюсь что вот поговорив сегодня и в следующий раз мы ответим на эти самые главные вопросы о том что такое терапия чем она отличается от жизни и что такое терапевтические границы и еще очень важный вопрос что такое вообще этические нормы и зачем они нужны вот моя задача была не смотря на такую долгую подводку которая будет сегодня к следующей лекции собственно о том о сути психотерапии как раз очень логично а не так интерактивно это можно это нельзя подвести вас к пониманию того что такое этические правила зачем нужны границы и какой в них смысл как это работает то что вы конечно все знаете что есть правило есть сеттинг там есть разные варианты этого сеттинга и вы также знаете что в любом сообществе психотерапевтическом эти правила и границы нарушаются и к ним можно относиться так можно сяк в общем вот это вопрос принципиальный о границах и об этических нормах нам будет непросто что материал у меня такой ну теоретически во многом но я надеюсь что мы справимся мне это точно не что такое психотерапия сначала будет долгая подводка к тому чтобы стало понятно что такое психотерапия значит вот если у вас сейчас уже есть какие-то вопросы что-то нужно уточнить пожалуйста спросить то что я потом попрошу ну по ходу меня не перебивать и задать вопросы в конце вот сейчас не значит чтобы разобраться до ребятами просите пожалуйста материал построен очень логически поэтому я буду читать и смотреть в ком чтобы не потерять эту логику как только там что-то выпадает звено да и она все рассыпается надо было еще все уместить значит чтобы разобраться с вопросом о том что такое психотерапия нам надо ввести несколько понятий вот мне кажется важно отметить что общее для всех видов психологической помощи это предмет исследования то есть психика вот дима вчера прекрасно рассказал о том как можно посмотреть на взаимодействие и и как в гештальт подходе это взаимодействие рассматривается что является фокусом внимания понятно что единицы анализа в гештальт подходе прежде является вот взаимодействие то есть организм взаимодействует с чем-то иди или с кем-то единицы анализа является ну вот пара до субъект объект и мы можем смотреть на больше устройства субъекта который поглощает это яблоко мы можем больше смотреть на то как это self рождается в контакте с другими и как она себя в этом контакте предъявляет там как эти два self встречаются мы можем смотреть на то как на это self влияет поле то есть вот это многообразие других self и многообразие факторов с которыми каждый из нас встречается в каждый момент времени но вот а каком бы взгляде на это self и на его взаимодействие мы не смотрели мы все равно имеем дело с человеком то есть мы все равно имеем дело с психикой и вот я буду говорить о том как вот этот факт наличие психики и ее устройство влияет на любую форму взаимодействия так вот общее для всех видов психологической помощи и для всех подходов и гештальт внутри гештальта и за его границами это предмет исследования что значит мы имеем дело с психикой это значит мы имеем прежде всего с уникальностью и субъективностью этой психики нет ни одной психики похожий на другую и нет ни одной психика который сформировалась точно таких же условиях как и другая и знаете что даже в одних семьях дети вообще живут вырастают и чувствуют себя совершенно по-разному даже близнецы выросшие в одной семье чувствуют себя и в общем по-разному оказываются разными личностями вот эта глубокая субъективность каждой психики это чрезвычайно важный фактор это значит что никто из нас не воспринимает мир также как другой и это очень странно для меня всегда что мы вообще можем понимать друг друга и как это устроено понимание тоже немножко скажу второе с чем мы имеем дело имея дело с психикой мы имеем дело с фактом ее развития та психика которая сегодня есть у каждого из нас не дана нам от рождения то та психика которую мы имеем сегодня это результат долгого развития она могла бы стать такой она могла бы стать какой угодно другой живи мы в других условиях в другой семье общаясь с другими людьми в тех или иных какими бы в общем она очень зависит от того какие наши контакты где мы выросли и психика развивается и также имея дело с психикой мы всегда имеем дело со следами времени в ней и со следами к эти следы переплетаются с текущим опытом здесь я имею ввиду со следами времени да то что по сути можно сказать можно сказать и так что каждая что каждая индивидуальная психика это некоторый рисунок в следов фрустрации и следов попыток с ними справиться следы времени это следы тех страданий и тех удовольствий которые в нас остались в процессе нашего антогенеза понятно что вы согласны с этим так вот что же знать идем дальше что следующее понятие первое понятие психика следующее понятие что такое психическое что это вообще значит психическое психическое означает отраженное психика это что-то вроде мембраны между внешним миром миром предметов и внутренним миром то есть миром телесным наш мозг запоминает все что регистрирует мембрана же выполняет очень интересную функцию вот психика это мембрана предлагаю так на это посмотреть мембрана фильтрует стимулы и внешние и внутренние одни стимулы которые мозг воспринимает становятся осознанными и воспринятыми то есть мы в голове мы ну и мы имеем внутри себя некоторый образ другие стимулы оказываются воспринятыми и неосознанными из них потом формируется бессознательное третье стимулы оказываются не воспринятыми но оставляющими след я сейчас поясню что это значит и все стимулы которые касаются мембраны я сейчас говорю о стимулах как будто они касаются мембраны вот между внешним миром и моей телесностью есть нечто что воспринимает вот это то что воспринимает я называю психикой все стимулы независимо от их осознанности то есть все стимулы которые касаются этой мембраны становятся аффективно заряженными следами памяти. То есть все, что прошло через наш мозг, так или иначе, связано с каким-то аффективным откликом. Какие-то аффективные отклики мы запоминаем и осознаем, какие-то мы просто проходим мимо нашего осознавания. Так вот то, что воспринято осознанно и неосознанно, это то, что психика превратила в себя, то, что ею стало. То есть то, что стало системой отражения. И вот то, что воспринято, то, что стало психикой, будет представлено в виде образа, который мы осознаем или не осознаем. Но есть поток стимулов, которые психика не восприняла, не отразила, то есть не превратила в себя. Эти стимулы отложатся в виде сырого материала, хаоса импульсов, которые найдут себе разрядку в соматическом канале. Скажите, пожалуйста, понятно ли то, что я рассказала? Вот эта мембрана – это продукт развития, мы не рождаемся с ней. И, знаете, вы, наверное, встречались, ну, вот терапевты, да, ну, в общем, и в себе тоже так, по-клиентски, вы наверняка встречались с такими явлениями, когда вроде бы есть событие какое-то случилось, и у вас должен быть эмоциональный отклик, а его нет. Или вы вспоминаете какое-то событие важное, какое-то тяжелое, значимое, и у вас нет эмоционального отклика на него, хотя он должен быть бы. Или вы можете вспомнить какие-то эпизоды, когда что-то происходит, и у вас на этом месте есть только соматическая реакция, и дальше вас как не спрашивая, что ты чувствуешь, когда это происходит, да, что ты чувствуешь, когда ты это вспоминаешь. У вас нет эмоционального отклика. Вы можете вспомнить или оживить в себе только вот эту соматическую реакцию. Знакомо это? Вот это то место, которое не стало психикой, которое стало соматикой. Это то место, которое не отразилось в нас. Если непонятно, можно сейчас спросить, если понятно, кивните, и мы пойдем дальше. Хорошо. Отразилась тогда телесность, и как не стала психикой? Вот телесность – это не психическая. То есть отразилось теле, но не отразилось теле? Да, да. Вот я сейчас дальше об этом скажу. Содержание психики зависит от индивидуального опыта. Оно глубоко субъективно, как я уже сказала. Одновременно есть элементы опыта общие для всех людей. И это позволило состояться цивилизации и культуре. То есть все мы знаем, что такое семья, все мы знаем, что такое родители, дети, мы все знаем, что такое государство, мы все знаем, что такое чувство, что такое любовь, что такое горе. Общие понятия есть. Вот это элементы опыта, через которые проходит любой человек. Через рождение, через взросление, через смерть близких, через утраты, через рождение детей, через отношения с родителями. Вот эти элементы общие опыта для всех людей делают возможность вообще нам как-то друг с другом взаимодействовать. На разных языках эти элементы опыта называются по-разному, естественно, но все люди знают, что это такое. Значит, идем дальше к Наташиному вопросу. Та форма, в которой мы можем наблюдать и различать в себе психическое, называется репрезентация или представление. Я буду говорить репрезентация не из-за того, что мне нужен какой-то специальный термин, а из-за того, что слово представление более нагружено разными смыслами, и оно нас будет путать. Хорошо? Значит, та форма, в которой мы можем наблюдать психическое, это репрезентация. Репрезентация – это очень важная вещь и очень непростая. Репрезентация – это образ восприятия, то есть то, что отразилось в этой третичной коре. Мы увидели рога. Плюс эмоциональное отношение. О, рога клёвые, они мне нравятся. Плюс слово «рога», которым я это называю. То есть слово, которое обозначает образ вместе с моим аффективным восприятием. Образ, в отличие от физического, значит, физическим объектом я могу, ну, как-то оперировать, но, в общем, мои возможности ограничены. Я такие большие рога с собой не утащу. Ну, и, в общем, они мне не нужны, идти от них особо некуда. Но для того, чтобы там, допустим, описать эту комнату и то, что в ней находится, ну, я могу рассказывать об этих рогах, описывать их, помнить о них потом. То есть вот этот образ репрезентации позволяет мне внутри себя свободно обращаться с тем, что я восприняла. Эти рога становятся моим внутренним объектом. Понятно? То есть репрезентация – это перцепция восприятия плюс аффективное отношение и плюс слово, которым я это назвала. И если вот вспомнить, что психика развивается, то мы не рождаемся со способностью вот эту репрезентацию сформировать. Мы сначала в нашем антогенезе учимся собирать перцепцию. Вы знаете, что младенец до определенного возраста, там, до трех месяцев, его перцепция не собрана. У него нет целостного образа. Потом мы научаемся, и вы знаете, как это сложно, до сих пор нам это сложно, различать наш эффективный отклик и соединять его с этой перцепцией. И уже потом, там, уже к трем годам, не раньше, мы учимся соединять перцепцию аффект и слово. То есть нам нужно пройти большой путь, самый важный путь нашего развития психического, там, от нуля до пяти, чтобы вот такое, вроде для нас, для взрослых, обычное явление, как репрезентация, смогло сформироваться внутри нас. Вопросы? Понятно ли, о чем рассказываем? Подводка будет долгая, но без нее мы не узнаем, что такое психотерапия. Поэтому... А интересно? Да, мне прям щеки говорят, мне нужно много поддержки, я буду вас спрашивать. Интересно и понятно, и вообще все. Спасибо, Анечка, я старалась. Идем дальше. Психика есть продукт и неизбежность в процессе развития цивилизации и культуры. Это важный тезис, это не просто исторический экскурс. Послушайте, пожалуйста. Людям... Как вообще психика родилась? Из чего? Людям потребовалось сократить условия, усилия по обустройству обычной жизни, накапливать и передавать знания. То есть не рога все время за собой таскать, не вот эти вот камни огромные, и в каждом новом поколении учиться эти камни двигать, там, пещеры рыть и так далее. Людям понадобилось сократить время и силы на обустройство, на цивилизацию. Цивилизация – это материальная часть развития истории общества. И понадобилось передавать знания, чтобы не начинать в каждом поколении обучение заново. Появилось знаковое обозначение объектов. Слово – это знак. Вот из необходимости сократить эти усилия и передавать знания появилась способность, я говорю очень кратко, там, понимаете, что вопрос эволюции. Короче, появилась возможность обозначать стакан стаканом. И как мы уже сказали, если я могу обозначать стакан стаканом, я могу сказать там, возьми стакан, а не показать это своим телом, пройдя вот весь путь там, или дай стакан. Появилась речь, состоящие слов, каждая из которых имеет смысл и несет в себе определение объекта. Стакан, рога, стол. Людям потребовалось усовершенствовать коммуникацию между собой. Тоже появились слова, которые обозначают уже состояние отношений, отношения и переживания. Вы все знаете, как дети передают свое состояние. Они подбегают, например, и теребят. Или они кричат, плачут, в общем, они как-то возятся. И мама понимает, что с ребенком. Ребенок показывает, что с ним. И надо еще хорошо там умудриться понять и угадать. Чем меньше ребенок, тем больше угадать, чем старше он, тем больше понять эту коммуникацию. Так вот, слово помогает все вот это то, что ребенок показывает, теперь назвать и сообщить матери о том, что с ним происходит. Соответственно, и людям в процессе эволюции, в процессе их деятельности совместной теперь можно было с появлением слова и называнием своих эмоциональных состояний понадобилось не только показывать, что с ними, но и рассказывать, что с ними. Как вы думаете, если появляется слово для нашего состояния, то как это упрощает нашу коммуникацию? И что это делает с эффективным состоянием, самое главное? Связывает это только одно слово. Анечка, свежи его с чем-то. Вот как слово помогает... Делает его разделенным. Так, оно делает его разделенным. И что тогда происходит с аффектом? Он как-то снижается. Да, конечно. Слово – это универсальный контейнер для аффективной реакции. Если что-то со мной происходит, вы знаете, да, что-то там со мной такое, это вызывает прежде всего много беспокойства. Что это со мной такое? Если вы что-то называете, вы сразу как будто обретаете внутри себя какую-то ясность. Поэтому способность выражать словами свои состояния эффективными – это огромное достижение человечества. Следующее основание для развития психики. Людям понадобилось как-то обойтись с телесностью и с ее потребностями, чтобы существовать в культурном мире. Этот тезис я разобью чуть дальше. Таким образом, да, появилось самосознание. То есть осознавание себя как себя существующего здесь, там, в этом мире, отдельного от других, похожих на меня, но не таких же, как я. И вот это самосознание стало и наградой, и проклятием для человечества. Человек осознал свою разделенность друг с другом и осознал свою конечность во времени. И с этого момента начался вот этот взрыв цивилизации и культуры, который идет от наскальных рисунков. Люди осознали свою раздельность и свою конечность. И следующая задача человечества, глобальная, возникла в тот момент и до сих пор не решена. Это как иметь дело с разрывом между жизнью и смертью и между разделенностью моего тела и тела другого человека. Для нас, для взрослых, второй вопрос кажется сейчас не таким важным. Но если мы вспомним, что любой взрослый человек начинается с младенца, то вопрос о том, как пережить паузу между присутствием и отсутствием рядом другого тела, от которого я витально завишу, этот вопрос так же важен, как и вопрос для взрослого человека, как пережить собственную конечность и как вообще, что с этим делать, как к этому отнестись. Есть вопросы? Нет вопросов? Хорошо. А понятно? Да. Интересно. Сказка с утра, да? Так вот, возвращаемся немножко к телесности. Я сказала, что людям потребовалось в процессе социализации и развития культуры, людям понадобилось как-то обойтись с телесностью и с её потребностями, чтобы существовать в культурном мире. Телесность – это первое, с чем встречается человек при рождении и что имеет самое важное значение для его выживания. Мы все знаем, что такое витальные потребности. Если наше тело в порядке, то, соответственно, и наш аффект в порядке. Мы живём, мы можем быть спокойны, можем отдыхать. Ну и вот так. При этом устранить, понятное дело, телесность и её потребности невозможно. В процессе социализации люди встретились с очень простой вещью, что совместное проживание и усложнение связей между людьми сделали невозможным вот такое свободное проявление телесности, то есть тело, его функции, называние органов, называние телесных процессов, отправление этих телесных процессов и функций, вот так, как это было там в животном мире или когда никто ни от кого не зависит. Как только появляется социальная организация, возникает то, что называется культурный запрет. То есть, телесные проявления начинают регламентироваться культурными нормами. Понятно это, да? Но при этом устранить, как я уже сказала, телесность и ее потребности невозможно. Совместное существование сформировало вот этот культурный запрет иметь дело напрямую с органами и их функциями. Принцип удовольствия, в соответствии с которым живет там животный мир и психика, ранняя психика маленького ребенка, когда хочу, равно могу и равно имею право и прямо сейчас, сменяется тем, что называется принцип реальности. Когда могу и хочу соотносятся с правилами и желаниями других людей. Так вот, с этим нужно было как-то обойтись. С тем, чтобы с одной стороны эта телесность была оккультурена, а с другой стороны, чтобы эта телесность не была отринута, отвергнута и сдавлена. Так вот, психика вывернулась. Она смогла зашифровать телесные желания и нужды так, чтобы они стали допустимы в мир культурный. И удовлетворение этих телесных нужд и желаний могло бы быть отложено или заменено каким-то другим способом. Что значит психика смогла зашифровать? Зашифровать – это значит одно обозначить другим, менее эмоционально заряженным, легальным для предъявления в социуме и связанным с первым какой-то ассоциацией. В таком случае мы имеем возможность с одной стороны иметь дело с первичными природными потребностями, которые никуда не деть, и с телесностью, а с другой стороны не называть их напрямую и снизить возбуждение, связанное с этими потребностями. Понятно ли то, что я сказала? Я думаю, что примеры вы можете сами здесь привести. Каким образом удалось означать телесные органы, например? Как вы это понимаете? Что это значит? Какие-то телесные потребности, нужды и функции назвать чем-то другим? О чем здесь идет речь? Что значит о культуре телесности? Чего нельзя стало делать? И как мы с этим обошлись? Как человечество с этим обошлось? Например, значок на туалете. Совершенно верно. То есть мы не ходим и не гадим, извиняюсь, где хотим. У нас есть специально организованное место. Значок на туалете. Ну ты же далеко махнула, но в общем да. Речь идет о том, что если мы, например, хотим... Да, речь идет о том, что наши телесные функции и органы стали называться другими словами и стали предъявляться в социуме другими словами. Если мы хотим заниматься сексом, мы не ходим наружу с половыми органами. Мы делаем это как-то по-другому. Если мы хотим есть, мы не едим сырое мясо, разрывая его руками и запихивая там себе в рот с этой со всей кровищей. Если мы хотим... Господи, приведите сами примеры. Понятно, да? То есть руку и ногу назвать можно рукой и ногой, да? А, не знаю, половые органы, какие-то функции связаны с отправлением телесных надобностей, да? В общем, и всякие слова, жопа, говно тоже не очень принято в обществе. Мы говорим, я в туалет. Мы не говорим, я иду... Да. И даже мы не срем тут же, да? Мы не занимаемся сексом в тот момент, когда нам этого хочется. Мы все это назвали как-то по-другому. Мы назвали это заниматься любовью, да? Мы назвали это ну как угодно мы это. Мы назвали это так, что об этом можно говорить, но при этом мы знаем, что мы имеем в виду. Этимизм. Все слова этимизма, и все про это. Да. Это тоже уже далекое. Это еще надо до эфимизм дойти. Сначала надо было просто как-то обозначить. Допустим, сделать значок туалета вот здесь. Не в любом месте в деревне в первобытной, а вот здесь. Не круглосуточно, а вот в это время суток. То есть, как-то регламентировать эту телесность пришлось. И понятное дело, что если мы вот эти органы, функции и телесные процессы как-то регламентируем, то появляется зазор между импульсом и его реализацией. Вот я сказала, что вот это означивание одного через другое помогает снизить возбуждение, связанное с телесной потребностью. Так вот, до этого знака туалета надо дойти, добежать. Я уж не говорю о том, что до того, как я смогу заняться с кем-то сексом, мне нужно с ним познакомиться, а поговорить, соблюсти ритуалы, соблюсти разные ритуалы, жениться в конце концов. Вот. И это всё, и пока я всё это делаю, моё возбуждение как-то регулируется словами, которые я говорю наружу, которые я говорю вовнутрь. Таким образом, сам факт означивания становится мощным фактором регуляции нашего природного возбуждения. Понятно? Хорошо. Хорошо. Но, вернее, и, тем не менее, вот вся эта телесная база, на которой дальше вот это всё растёт, эти знаки, потом они будут символами, метафорами, вся эта телесная база. И все наши первичные телесные импульсы, они никуда в нас не деваются. И каждый из нас имеет свою историю, глубоко субъективную, обращение с этим импульсом, обращение с этой телесностью, обращение с этими потребностями. Каждый из нас имеет свою глубоко индивидуальную историю формирование вот этих систем знаков, когда одно указывает на другое. У кого-то этих означиваний цепочек, цепочка означиваний огромная. Кто-то вот так и говорит, иду, срать, или сырёт. В общем, тот же занимается сексом с небольшой задержкой. То есть там вот и собственно это функция психики создать максимально долгие цепочки ассоциаций, потому что чем дольше эта цепочка, чем она длиннее, тем лучше что? Моя способность регулировать возбуждение. Ведь происходит ещё какая интересная история. Когда мы назвали телесные органы, функции, импульсы и потребности другими словами, не такими эмоционально заряженными, мы же уже между собой и внутри себя начинаем иметь дело с этими словами, с знаками потребности, не с самими потребностями напрямую, со всей импульсивностью и эффективностью, мы начинаем иметь дело с указаниями на эти потребности, со знаками, которые гораздо менее эффективно заряжены. И тогда мы можем говорить обо всём, а не только переживать и реагировать. Но, как я уже сказала, у каждого из нас цепочка этих ассоциаций и путь к первоначальному импульсу своей длины и своего качества. Это то место, когда начинается формирование этого означивания, одновременно с этим появляется то, что называется бессознательным. Бессознательным, неосознаваемым, неважно, как это назвать. Мы таким образом обозначаем ту зону, где хранится память и где и в которую обращаемся мы каждый раз, чувствуя какой-то импульс. Вот в этом самом бессознательном лежат первичные значения, первичное знание о потребностях, первичное знание об импульсах. И содержание вот этого бессознательного, вот эти вот истории удовлетворений, истории фрустраций, рассказанное на самом примитивном младенческом языке, она остаётся в бессознательном. То есть у каждого из нас есть память о том, как нас кормили, как нас приучали к горшку, как нас социализировали, как нас учили, что мы в процессе этого переживали. Но слов до всего того, что с нами происходило, условно, до трёх лет, у нас нет. А память об этом у нас есть. Вот эта память заключена не в словах, она состоит из цепочки аффективных реакций. И вот эту цепочку аффективных реакций мы все помним. И эта цепочка аффективных реакций, допустим, удовлетворение потребности в еде, потребности в тепле, потребности в привязанности, потребности в отправлении естественных надобностей организмов. Вот это каждая цепочка аффектов, которая привела к удовлетворению или к неудовлетворению, она нами запомнена. И у каждого из нас есть своя история очень ранних фрустраций и очень ранняя история своих удовольствий. И у каждого эта история и удовольствий, и фрустраций совершенно субъективная, абсолютно разная, но она есть. Мы помним, что с нами делалось. Не делали. Мы помним, что с нами делалось. Мы помним, вот знаете, вот сейчас там, когда и вы, и ваши клиенты рассказывают вам о каких-то своих привычных, типичных паттернах поведения и говорят, что я не знаю, почему я это делаю, это со мной происходит, я по-другому не могу, я понимаю, что так мне надо, а я это делаю, или я понимаю, что надо именно так, а я делаю по-другому. Вот они вам намекают в этом месте, что какая-то цепочка, ведущая к удовлетворению потребностей, она очень близка к поверхности осознавания, она не ушла так глубоко, чтобы о ней сознательно забыть, и вот всё то, что там не закончилось, всё то, что там произошло не так, как мне хотелось бы, не так, как я хочу, могу, равно прямо сейчас, оно помнится, и каждый раз, когда внешняя ситуация начинает напоминать какими-то совершенно ассоциациями, которые невозможно будет вычленить даже, то, что было тогда, вот этот паттерн раскрывается и начинает снова разворачиваться, паттерн, который почти невозможно выразить словами. Понятно ли, о чём я говорю? Более или менее, хотя бы. Отлично. То есть наши сознательные потребности и наши сознательные запросы – это зашифрованные сообщения о чём-то запретном, невозможном, о чём-то неокультуренном, неприемлемом внутри нашего социума. И также это сообщение, вот эти вот запросы и потребности, а также это сообщение и история более или менее удачных способов удовлетворения этих потребностей, рассказанное не на языке слов, а на языке импульсов, телесных и эмоциональных. Не могу прям не сделать ремарку, поэтому, господа терапевты, не относитесь очень буквально к тому, о чём вам говорят клиенты. У нас нет другого языка, кроме языка знаков. Мы никогда не имеем дела с тем, что есть на самом деле. О чём бы нам клиент ни говорил, он нам говорит о чём-то другом. Он нам говорит о чём-то погружённом ниже уровня его осознанности. И мы только по косвенным признакам можем обнаружить, о чём идёт речь. А вот эти косвенные признаки, по которым мы это можем обнаруживать, это, в частности, глаголы. Слушайте, что вам человек говорит на языке действий. Слушайте глаголы. Кто-то кому-то что-то делает. Вот это матрица, это метасюжет. А кто там кому что делает, это статисты в этой истории. Бессознательное запоминает структуру удовлетворения или структуру фрустрации. А структура – это глаголы. Кто-то кому-то что-то делает. Понятно, что сказала? Ну, приведи любой пример клиентского высказывания. Или обращение к тебе. Ладно, я поварю. Давайте придумаем пример. Следить за глаголами. Может быть, нужно сказать, почему именно за глаголами. Нужно? Да. Почему именно за глаголами? Потому что пройдись. Хорошо. Значит, почему глаголами? Сейчас, надо найти, с какого места. Ну, вот как младенец понимает, что… И ребенок, вообще-то, начиная с младенчества, понимает, что с ним происходит и что вообще происходит. Ну, ему мама говорит. Мама называет его состояние. Мама называет его движение. Но первое, что делает младенец, он шевелится, он двигается. Первый язык, на котором говорится маленький ребенок, это язык движений. Он куда-то, как-то тянется, он как-то себя проявляет. И что такое удовлетворение его? Это способность матери подхватить это движение, распознать его и продолжить, завершить. Помочь ему это движение развернуть и реализовать. Вот это первый тип контакта у любого человеческого существа с внешним миром. Это движение к нему. И вот когда мать помогает этому движению, она узнает это движение. Она одновременно говорит что-то. Но главное, что она это движение поддерживает. Вот первое, что означивается, что как-то называется, чему придается какой-то смысл, это вот эти первые двигательные импульсы младенца. Это самое важное и первое, что мы запоминаем. Мы запоминаем К, узнаем, да, К. Мы тянемся, и наша рука встречает руку матери. Мы узнаем, что это К, а это соединить. Мы узнаем это своим телом. Мы узнаем, что это ОТ, а это разъединить. И мы узнаем, что К и ОТ – это движение. Это описывается дальше глаголом. Поэтому слушайте глаголы. В глаголах вам человек рассказывает о том, чего происходит прямо сейчас. Понятно? Понятно. Хорошо. Вот как раз к разъединению, к вопросу. Как я уже сказала, самосознание оказалось и наградой, и трагедией для человечества. Потому что человек… Время уже, да? Ё-моё. А не хочется заканчивать. Давай несколько минут, чтобы промежуточный итог подвести. Хорошо. А без 15 уже какой итог-то? Пару минут. Трагедия. Трагедия. Хорошо. Давайте остановимся на том, что возникла витальная необходимость как-то обойтись с фактом разделенности. Факт разделенности жизни и смерти не умещается в сознании. Мы не можем помыслить смерть как окончательность всего, что с нами было. Если мы об этом думаем, мы начинаем сходить с ума, у нас начинаются панические атаки, мы попадаем в изменённое состояние сознания, потому что представить, что мир существует, когда меня больше нет, это невозможно. Это не то, о чём я хочу думать. Понятно, да? То же самое для младенца. Представить себе, что вот эта невыносимость, в которой я оказываюсь, когда её больше нет, когда удовлетворение не наступает прямо сейчас, для любого младенца в этот момент наступает ощущение катастрофы и окончательности. Но потом она возвращается, да? И потом мы перестаём думать о смерти. Так вот, возникла необходимость в филогенезе как-то обойтись с конечностью жизни, а в онтогенезе возникла необходимость пережить период между «она есть» и «её нет». А в этом месте у нас фрустрация. Пока я думаю о том, что у меня не будет это переживание фрустрирующее, то есть доставляющее страдание, пока разрыв между «она есть» и «её нет» – это страдание. То, что её нет, я замечаю не тогда, когда мне хорошо, да? Вы знаете, то, что кого-то нет, мы замечаем тогда, когда нам что-то нужно. Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, внешний мир в антогенезе рождается в той точке, когда возникает нужда. Пока нужды нет, пока нет фрустрации, я не знаю, что есть что-то вне меня. Но как только возникает фрустрация, я обнаруживаю, что меня недостаточно, а потом оно возвращается. И вот это то место, в котором рождается сепарационная тревога. Я узнаю, что моё счастье может быть, а может не быть. И я не знаю, будет ли оно в следующий раз, если оно есть сегодня. Вот эту паузу, вот это состояние надо как-то заполнить. Как это заполнить, мы поговорим в следующий раз. Так, ребят, пару минут, объявление организационное. Ну, уважаемые коллеги, на завтраке выходной. Да, соответственно, такие вот объявления, да, то есть...